Привет, дорогие телезрители! Мой новый проект, где я буду высказывать свое мнение и делиться с вами своими впечатлениями о просмотре какого-либо фильма. Ну, так как я большой любитель фантастических фильмов или фильмов научно-популярных таких, то в большей степени фильмы, которые я смотрю, они имеют именно вот такую направленность. Маловероятно, что я смотрю какие-то фильмы криминальной направленности или такого детективного жанра, но, возможно, и такое. В общем-то, это в большей степени платформа, на которой я высказываю свою точку зрения, делюсь с вами своими мыслями, своими впечатлениями, и в то же время я предоставляю такую возможность вам, уважаемые телезрители, вы тоже можете оставить свое мнение, поделиться своими впечатлениями, чтобы у телезрителя, который хочет посмотреть, предположим, этот фильм или понять его, или еще что-то, уже было, сложилось какое-то мнение, впечатление об этом фильме. Или он может оставить после просмотра данного фильма. Ну, в общем, на сегодняшний день я хочу с вами поговорить о фильме, который называется «Неуместный человек». Я его посмотрел, наверное, недели две назад. Вот, поэтому кое-что буду подсматривать. Это связано с тем, что недостаток времени, как вы понимаете. Вот, поэтому я сразу не смог снять ролик и отложил его на какое-то время. Итак, фильм «Неуместный человек», страна, производство это Норвегия, Исландия, 2006 год, режиссер Йенс Лиен. В главных ролях Трент Аурбак, Петренс, даже не выговорит, Петронелла Барнер и Пер Шанинг. Вот Пер Шанинг, запомнился мне этот актер. Ну и, в общем-то, другие. Значит, что хотелось бы сказать, что фильм снят в таком, знаете, северном стиле. Он очень немногословный фильм, мало текста. Даже сама природа, в которой он снят, она в большей степени напоминает какую-то северную природу, какую-то северную страну, допустим, Норвегии или Швеции. Хоть я никогда там не был, но, в общем-то, знаком из курса школьной географии, что называется. Поэтому могу так с уверенностью сказать. Ну и, видимо, он и снят в тех краях. Ну и даже само авторство. Вот я сказал, что режиссеры и страна происхождения – это Норвегия, Исландия. Начало очень эффектное фильма. Очень эффектное. Там молодая пара, она целуется так активно и снята таким большим. Значит, режиссер прям наводит камеру на них. В общем-то, так красиво все снято. И потом какой-то резкий провал. И человек, который впоследствии, он оказывается главным героем, мы просто с первых минут это понять не можем, он, значит, оказывается пассажиром, едящим, пассажиром какого-то автобуса, который двигается в непонятном направлении. Природа тоже не совсем понятная. Оказывается, что и деревья, и какая-то полупустыня какая-то. В общем-то, ну, какой-то период времени он двигается и оказывается в итоге на бензоколонке. На бензоколонке, где его встречают. Встречает, значит, немолодых лет человек. Вылеску вывешивает, там, добро пожаловать. Все это происходит без слов, без лишнего текста и так далее. И провожает его до авто, дает ключи, заводит автомобиль. Они едут в какой-то населенный пункт, какой конкретно, пока не ясно, в общем-то. Все без слов, без лишних вопросов. Я же опять хочу повториться. Вот, приезжают они к этому месту, он говорит, ну, вот будет твоя квартира вот здесь. Вот, дают документы ему, вот здесь будет твоя работа. Представляете? То есть, человек попадает в совершенно неизвестное место, и ему заново предоставляют, можно сказать, какую-то новую жизнь. Где определяют его место жительства, место работы, вплоть до жены. Ну, как впоследствии окажется, и жену там ему подберут. Значит, выходит он на работу, на работе уже знают, что он придет, он начинает трудиться, он работает каким-то офисным клерком, ну, возможно, бухгалтером, вот, да, по-моему, бухгалтером в какой-то ферме. Вот, первое впечатление, значит, какое бросается в глаза, в первый рабочий день он видит самоубийство. Какой-то, значит, коллега его выбрасывается из окна и повисает на заборе такое очень кровавое действие. эффектный такой кадр, в общем-то, у нас режиссеры любят, наверное, такие, точнее, даже, наверное, не режиссеры, а публика любит такие вот кадры. Вот, человек покончил жизнь самоубийством, много вопросов, но режиссер, в общем-то, уходит от ответов, просто продолжается дальше день, никаких вопросов лишних, все идет в текучке какой-то в рабочей, он, значит, показывает, ну, обыденность, можно сказать. Поели, поспали, пошли на работу, и вот такой процесс идет. До того момента, пока, в общем-то, этот главный герой занимается, я даже не знаю, как этот процесс называется, наверняка зрители, которые работают в офисе, смогут сказать. В общем, главный герой рубит листы. Обычные листы бумаги он вкладывает в какой-то прибор, где он рубит эти листы, в общем-то, и главный герой подсовывает вместо листов палец, этот палец обрубается, вот, его отвозят в какую-то клинику, потом привозят из этой клиники, и получается так, что палец у него вырастает. Либо не вырастает, может, ему пришили, там, ответов нет. Впоследствии оказывается такой факт, что он попадает в мир, который не имеет каких-то запахов, каких-то вкусовых особенностей в пище, каких-то особенностей в отношениях эмоциональных. Это мир без эмоций, без чувств, скажем так, без потерь каких-то, без возможных травм. Ну, например, я просто коротко о фактуре фильма. Например, главному герою все это дело, он его исследует, как бы, этот мир, в который он попадает. Он идет, значит, на железнодорожный вокзал и бросается под поезд. Поезд его сбивает, как куклу, швыряет туда-сюда, со стороны, в сторону, многократно, в общем-то, не один даже поезд, несколько поездов. После этого он остается изуродованным до неузнаваемости. Ну, вы представляете, человек попадает в поезд, а, как говорят железнодорожники, поезда не давят, а поезда режут. Он выходит травмированный окончательно, но живой, понимаете. Весь в потеках крови там, весь в порванной одежде, порванные штаны, рубашка, но живой. С переломами многочисленными. При всем при этом, по всей видимости, он не испытывал каких-то шоковых ощущений, вообще эмоциональных, по всей видимости, как я понял, исходя из этого фильма. То есть, отсутствуют эмоции. Или другой факт. Он, значит, в процессе работы своей знакомится с одной красавицей, начинает с ней жить. Вот, у них там какие-то определенные чувства, любовь, они вместе живут. Потом он, значит, знакомится с другой, влюбляется в нее, как он ощущает, что он влюбляется. И начинает беседовать с этой красавицей, со второй, со своей. Говорит, что вот такая ситуация, я живу вот с другой, ты знаешь, она, ну да, знаю. Вот хочу с тобой жить, она, ну, здорово, не против. То есть, в общем-то, в итоге оказывается, что для людей, для жителей этого мира вполне нормально встречаться с тремя, с четырьмя, с пятью партнерами. При этом они не испытывают никаких, ну, я не знаю, стрессовых ситуаций, эмоций, чувств ревности и так далее. То есть, вот его партнерша говорит, ну, здорово, что ты встречаешься с кем-то как бы. Я тоже встречаюсь, он спрашивает, с кем, она перечисляет, я, к примеру, говорю, потому что, говорю, не так давно смотрели, не так, не сегодня смотрел. Она перечисляет, ну, вот я встречаюсь там с на рецепшене, с Васей, предположим, там, с Ваней из соседнего отдела и с Андрюшей, там, из соседнего дома. Представляете? Ну, в общем, многие вещи из этого фильма, они, из этого мира, они шокируют главного героя. Вот. В итоге, итог такой, он находит единомышленника, который тоже, в общем-то, которому жизнь в этом мире она наскучила, в этом каком-то искусственном, таком созданном мире она наскучила. Вот. И они начинают какой-то поиск. Вначале этот поиск, наверное, внутренний, режиссер это слабо показал, как-то, вот, внутренний поиск. Ну, в общем-то, он происходит вначале у главного героя, за счет чего он находит вот своего единомышленника. Вот. Потом, потом они находят, значит, в здании, в цокольной части здания, там расщелина, и, в общем, через эту расщелину слышна музыка. А надо сказать, что в этом фильме каких-то музыкальных эффектов, музыкального сопровождения во всем фильме, так же, как и детей, вот в этом мире, в котором он попал, нет. Он задается вопросом, спрашивает многократно, там, в общем-то, некоторые вещи у жителей этого мира. Говорит, ну, а где дети? Прямым текстом. Где дети? Как, в общем-то, все происходит, процесс? Им ответа нет. И режиссер не дает даже, вот, в общем-то, зацепок, на мой взгляд, каких-то о том, как рождаются дети там и вообще, почему вот так происходит. Вот. И они начинают с этим, со своим единомышленником, которого он встретил, и они начинают долбить эту стену, долбить эту дырку там молотками, кирками, отбойными какими-то молотками. И доходят до нового мира, до мира, где пища имеет вкус, где есть музыка, какие-то цветовые, световые и так далее ощущения. И он буквально из этого мира вырывает, он просовывает туда руку, ну, это, как показано в фильме, это глубокий туннель, вот, в конце этого туннеля, значит, он имеет возможность просунуть руку и вытаскивает оттуда бутерброд с колбасой, по-моему, съедает с жадностью, такой жадностью съедает этот бутерброд, потому что он имеет какой-то вкус. А вся пища, которая, в общем-то, в этом мире существует, включая алкоголь, там, это изначально показано на примере алкоголя, то есть он выпивает, там, всю месячную зарплату пропивает, пропивает месячную зарплату и остается трезвым, представляете? Ну, у меня есть, в общем-то, товарищи, которые поймут весь прикол этого дела. Да, вот, в общем-то, ни алкоголь, ни какие-то другие вещи вкуса не имеют. Ну, оказывается так, что выходить в другой мир, брать какие-то вещи, вот, в пищу в том числе, это запрещено. И служба безопасности, скажем так, там непонятно кто, ну, или обычные люди, в общем-то, нет, скорее всего, какой-то органы правопорядка, они, в общем-то, этому препятствуют и отправляют нашего главного героя на том автобусе, на котором он приехал назад. Они выталкивают его. То есть, можно сказать, что режиссер показывает такой момент, что люди, которые не согласны с теми нормами поведения, с теми жизненными принципами, которые существуют в данном обществе, в ограниченном обществе, они обществом выталкиваются. Ну, это, в общем-то, понятный принцип. Вот. Ну, надо сказать, что фильм в большей степени философский, там нет каких-то определенных спецэффектов таких, к которым привык современный зритель. Нет каких-то ярких таких героев, нет ярких эротических сцен. Он, я повторюсь в очередной раз, он северный фильм. Он перенасыщен даже, скажем так, вот этими северными моментами, такими очень неэмоциональный фильм. Ну, в общем-то, в целом, фильм построен на том, какие бывают отношения, какие бывают миры, какие, в общем-то, бывают психоэмоциональные моменты в отношениях, в обществе. Я вам рекомендую его посмотреть, как фильм, который заставляет задуматься о той реальности, в которой мы живем. Ну, конечно, это не матрица, это далеко, в общем-то, не какой-то даже глубокий философский фильм. Ну, множество можно примеров привести, но сейчас не буду. Ну, я вам рекомендую, в общем-то, посмотреть его. Достаточно легкий он в просмотре и все на поверхности. Пишите свои комментарии, расскажите, что вы думаете о том, что я вам говорил, и вообще о фильме. Потому что, в целом, мой проект, как я уже говорил в самом начале, направлен на то, чтобы создать платформу для обсуждения, в общем-то, того, что есть из киноновинок. Это, конечно, не киноновинка, но, в целом, фильм достаточно интересный и стоящий просмотр. Ставьте лайк, если вам понравилось, подписывайтесь на канал. До новых встреч!